Вознесение Господне, один из 12 важнейших праздников для православных, отметили в храмах Одессы и региона. Сотни прихожан традиционно собрались на божественную литургии в студенческом храме Святой Мученицы Татьяны на 4-й станции Большого Фонтана. Вместе с одесситами службу посетил народный депутат Украины Сергей Кивалов. Я хочу пожелать всем православным, которые находятся сегодня и в храме, и по каким-то причинам не попали в храм. Хочу, чтобы они были здоровы все, чтобы в нашем доме, в нашей семье был мир, благополучие и любовь. Чтобы в нашем государстве наконец-то наступил мир и экономический рост. Я хочу пожелать нам счастья, любви и благополучия всем одесситам, которые заслуживают именно этого. День Вознесения Иисуса Христа всегда отмечается в четверг на 40-й день после Пасхи, что и отражает историческую основу праздника. Согласно Писаниям, после того, как Христос воскрес, Он 40 дней проповедовал, после чего на глазах своих учеников вознесся. Вознесение считается завершением пасхального цикла праздника в христианстве. С праздником всех вас, дорогие братья и сестры, с двунадесятым великим праздником Вознесения Господня. Поистине, каждый из нас, наверное, в глубине своей души задается вопросом, в чем же суть, смысл этого праздника. Одно дело в Басхо, когда Христос был распят, умер и воскрес, а здесь Господь был с нами на земле, и вдруг неожиданно для учеников Он покидает эту землю и возносится к Своему Отцу. В храме святой мученицы Татьяны в этот день, как и на другие праздники, традиционно собирается много верующих, среди которых немало детей и молодежи. Здесь всегда царит особая атмосфера. Здесь чудесная церковь, просто чудесная. Прекрасные батюшки, прекрасная церковь. Спасибо человеку, который построил эту церковь, потому что сюда приходит огромное количество людей. Вот видите, даже люди не помещаются даже в церкви. А праздник очень большой. Говорит о том, что Господь, несмотря на то, что Господь поднялся на небо, Он говорит, что и мы, может быть, если не будем грешить, тоже поднимемся на небо и будем вместе с Господом. Над этой церковью я несколько дней назад видела необыкновенное чудо. Над всей церковью стоял огромный-огромный светящийся круг. И вот это вот та Божья благодать, которую Господь посылает всем людям именно на литургию. Храм очень хороший. Большое спасибо Кивалову за то, что он, в общем-то, это сделал. И храм, вот он, срок как бы его небольшой, а он уже на моле. Потому что каждый год, каждый, в общем-то, с прохождения времени все больше людей приходят, молятся и как бы получают благодать Божью. В праздник Вознесения Господня митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил с архипастерским визитом Нерубайское Беляевского района Одесской области, где провел божественную литургию в Свято-Вознесенском храме.